Привет, YouTube! Более чем 30 лет назад на конвейер стал один из самых необычных автомобилей, сконструированных во времена Советского Союза – ВАЗ-2108. Но мало кто знает, что к созданию этого автомобиля приложили руку сами инженеры Porsche. И хоть автомобиль не дотягивает до уровня импортных машин, тем не менее заслужил народную любовь за свой необычный дизайн и новые технологии. В сентябре 1978 года ВАЗ начал сборку первого прототипа будущей восьмерки в новомодном кузове для того времени хэтчбэк. Впервые советские дизайнеры создали что-то непохожее и современное – острые грани, рубленные формы. Восьмерка вообще очень отличалась от всего, что до этого создавалось в недрах автоваза. И столь смелому проекту, как и стоило того ожидать, тяжело было получить одобрение. Но ходит легенда, что сам Леонид Брежнев дал добро вазовцам на создание трехдверки. С технической стороны новая восьмерка была ультрасовременным автомобилем, чего только стоил передний привод и поперечное расположение двигателя. Спереди стойки McPherson, а сзади полунезависимая. Именно такая компоновка подвески в будущем станет самой популярной в мире для создания компактных автомобилей. И приятно осознавать, что восьмерка была одной из первых таких машин. На первых прототипах многие элементы были изготовлены из алюминия, но в серийной модели крылатый металл не прижился из-за своей чрезмерной хрупкости. Если вы думаете, что это была единственная проблема советских инженеров на пути к созданию серийной восьмерки, то я вас хочу огорчить, их было очень много, настолько, что вазовцы решили не рисковать и пойти на компромиссное решение и пригласить из-за рубежа более опытных консультантов по конструкции и технологии, которые бы могли справиться с возникшими проблемами. За проработку технологии взялась компания UTC, дочернее подразделение Fiat, а на помощь конструкторам пришли инженеры из самого Porsche. Помимо того, что немцы занимались проработкой кузова автомобиля и его аэродинамикой, инженеры из Porsche также приложили усилия к модернизации всей линейки силовых агрегатов. Но самым большим вкладом гостей из Германии в разработку нового авто было то, что им удалось переубедить советских коллег в том, что не нужно изобретать велосипед, если на рынке существуют проверенные решения. В связи с чем, новая восьмерка, которая состоит из 3500 узлов, получила лишь одну деталь от классических Жигулей. Все остальное благополучно покупалось за рубежом, из-за чего реечный рулевой механизм и синхронизаторы коробки передач для трехдверки производились немецким концерном ZF. А дисковые тормоза и вакуумный усилитель поставлялись компанией Lucas. С Volkswagen был заключен договор на поставку балки задней оси. Даже замки дверей и фары пришлось искать за границей. Тем не менее, пройдя столь сложный путь, восьмерка все-таки доехала до конвейера. И в 1984 году была выпущена первая партия в 2000 автомобилей. Увы, несмотря на все старания инженеров из АвтоВАЗ, в Новой Самаре не удалось удивить мировую общественность, которая очень вяло восприняла появление новинки, опираясь на то, что лучше взять подержанную иномарку, чем трехдверку. И даже появление новых модификаций ВАЗ-2109 и 21099 не спасло Самару. Но это уже другая история. Это был канал KingDrive. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока!